Я не могу в это поверить. Я столько всяких колонок перепробовал, немало было колонок, от которых я плевался, в особенности это активная комповая акустика, ну и были те, которые меня удивляли. Чтобы вы понимали, те, кто случайно пришел, у меня... Что у меня вообще есть? Warfadel Technics, JBL Technics, Panasonic вот такой вот знаменитый в узких кругах. Вот такой Samsung, вот такая Aiva ZS600, еще вот два Samsung, есть еще домашний кинотеатр, и это не все. Вот еще один, вот такая Сонька. И меня смог впечатлить вот такой вот малюсенький активный сабвуферик Sven, который достался мне с помойки, скоро видео. С ним вот такая колонка, это не родная колонка, сразу говорю, это от более свежей модели, она только одна, конкретно левая. Сабвуфер имеет коцки. А почему только левая? Смотрите, втыкаю в правый канал. Минус 9 вольт. При этом сквозь эту постоянку еще и звук пробивается в полгромкости. Как-то по-интересному тут ТДА-шка сдохла. Ровно на половину питания получается. У этого сабика еще такие фокусы, короче. Если у него, он сейчас на максимальной громкости, если ее убавить, то саб гудит. И если низкие частоты выкрутить в ноль, саб не гудит. Короче, выкинули обычный 2.1 сабик со сдохшей одной микрушкой и без одной колонки. И в таких сабах, таких габаритов, мне всегда не нравилась басовая составляющая, потому что она вообще не такая, как на... Она даже не такая, как здесь. Короче, они не звучат от слова совсем. К сателлитам, как ни странно, как широкополосные мелкие пукалки, к ним особых претензий нету. Но в этом свене мне понравилась именно басовая составляющая. То есть, несмотря на такой маленький, это сколько, 10 сантиметров получается динамик? Или даже чуть меньше. У него такой хороший, мощный, а главное большой подвес, широкий. Что мне еще визуально понравилось? У него вот эта вот вставка с органами управления сделана, как на больших активных сабах от домашних кинотеатров, которые независимо отдельно идут. То есть, обычно на сабах идет железная хрень на всю жопу. А тут она идет вот такая узкая, отверху до низа. Выглядит как взрослый сабвуфер, только уменьшенная версия. Вот наклейка. Отслоение задней пленки, прям как у меня на межкомнатных дверях. Один в один, причем материалы тоже один в один. Колонка, как обычно, лохастая. Даже щель вот эта вот ничем не заделана, не залеплена. Родные его колонки выглядели точно так же. И раньше я очень негативно относился к аудиотехнике Sven, потому что изначально столкнулся со сраной моделью двухполосных колонок. Это тоже была акустика NDA 2030. Но у нее были отвратительнейшие динамики. Это были, короче, я не знаю, что это за модель. У нее были регулировки сзади. Одна пассивная колонка подключалась к кабелям Jack-Tulpan. И динамики были. Низкочастотник бумажный с ППУ подвесом. Высокочастотник бумажный. И у обоих были глянцевые черные пылезащитные колпачки. И в тех колонках было плохо все. То есть все динамики были ужасны. А здесь все хорошо, несмотря на то, что колонка вот эта вот стремно новодельная. Ну, мне не нравится, как она выглядит. Вот эта вся тема такая тут... Как это так? Сейчас вам показать. Смотрите, вот такая штука есть. Зачатки подсветки динамиков, так сказать. В ней нифига нету. Но она сделана так, как будто бы здесь должна была быть подсветка. А еще здесь колпачок. С дополнительным рупором, типа для улучшения высоких частот. Еще что-то подобное. Еще у меня был СВЕН СПС-820. Вылетевший из окна соседского. Который я не смог собрать, чтобы он не пердел. У него и плата была треснута, и корпус был разваленный. И меня до такой степени заебал, что я от него спалил динамик. Причем сделать это было непросто. То есть динамик там был хороший. И многие хвалят эту модель, а я ее спалил. И вот ко мне попадает другая модель. По сути, внутри это то же самое. Только там динамик внутри спрятан, а тут динамик наружу. Ну и давайте я продемонстрирую, как оно звучит. А, хотя перед тем, как продемонстрировать, еще кое-что покажу. СВЕНЕ... Ой, блядь. В СПС-820 труба была, как втулка от туалетной бумаги. СВЕН Стримлайт. У них, кстати, тоже басы были не очень, зато высокие в них были классные. Вот еще СВЕН Стримлайт меня цепанули, мне тоже они понравились. Более того, мало того, что они мне понравились, я их смог так выгодно разобрать. Там корпус был в ужаснейшем состоянии. А все внутренности были проданы. Абсолютно все. И пищалка, и басовик, и предусилок, и усилок, и трансформатор. Вообще все забрали. И во всех предыдущих СВЕНах были сраные трубы. А здесь идет вот такая пластиковая труба. Она короткая, но она с расширением наружу и с расширением внутрь. И, видимо, это привносит свои изменения в лучшую сторону, потому что мне нравится, как он играет. Несмотря на свой размер. И сейчас я это попробую продемонстрировать. Я, кстати, его еще наваливать не пробовал. Обычно всякая подобная акустика не держит мощность, не держит ту громкость, которую мне хочется. Вот сейчас я это и посмотрю, проверю, как она вообще. Слушайте, уже неплохо. А неплохо, реально. У меня, кстати, еще вот эти колоночки есть. Давайте чисто для прикола, чисто так для тонуса, микролаба подключим. И, кстати, ну, посторонние звуки, само собой. О, слышите? Звук идет даже через эту постоянку. Причем не наводка с другого канала, а именно сигнал правого канала. То есть битая микросхема предусилок работает. Так, сейчас играет свэм красная. А сейчас микролаб. По-моему, она чуть лучше. Можно было бы еще креативовские сателлиты притащить. Они, наверное, идеально ему подойдут. Но мне впадло. Вот эти микролабы, я их определил к эдиферу. У меня эдифер 5.1, короче, в гараже стоит. У него только две колонки сейчас в комплекте. Вот будет три одинаковых микролаба ему на остальные каналы. Они как раз хорошо звучат. Кстати, да, сейчас регулировка сабвуфера на максимум выкручена. Это что, получается, он уже половину громкости нормально тянет? Такой есть. Это что же получается? Ну-ка, еще раз я вам модель покажу. Вот такая вот модель свэна. Очень даже хорошая и слушабельная акустика получается на своих размерах. Модель это, кстати, по-моему, нулевых конца или середины. Очень неплохо. Я не думал, что после JBL и после техниксов, и панасоника, и еще кого-нибудь там, после Sony, я буду восхищаться, блядь, активным маленьким сабиком своим. Ну, это факт. Он классный. По-моему, и дихер, который даже чуть большего размера, пердит больше. Не, пердеж все-таки есть. Такое же, как на Elysium. Но что-то в этом свэне есть прикольное. Все, запердел. Не, все-таки половину громкости от максималки он уже, как обычно, блядь, не тянет. Ухо-хот, ты неплохой. Но звучит это примерно вот так. Сейчас. Сейчас услышите. Вот все они такие. Вот что мне в активной акустике не нравится, им ровно половину громкости от максимума даешь, все, пиздец, не тянет. Точнее, перегруз. Сейчас будут стуки. Вот. Все пердит. То есть характер звука нравится, а вот это вот не нравится. Увидение пришло, затих немножко. О, кстати, если вставить колонку, он начинает сапфонить. А давайте попробую стерео сделать. Исбудение и нормальный. Кошка психует, что-то роняет. Мне надо тише делать. Вот мощи от этого не добиться. Но тихонько слушать такие колоночки прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА